Доброго времени суток, друзья! Сегодня я с психу после неудачной покупки в магазине Лабиринт все-таки разобрала свою рабочую колоду Тару Иллюминатов. Ну, как вы видите, вот есть у меня два абсолютно идентичных набора. Один мой старый набор и другой набор, который пришел сегодня ко мне. Но главным разочарованием было то, что во вновь пришедшем наборе карты также были без золотого обреза, хотя магазин Лабиринт заявлял абсолютно другое. Так вот, я все-таки разобрала свою рабочую колоду и хочу сделать по ней небольшой обзор. В принципе, это одна из моих любимых колод. Это классика Уэйта. Ну, что об этом говорить, давайте будем смотреть. Итак, мы сейчас посмотрим на саму колоду. Колода яркая, колода красивая, колода правда на некоторых арканах перегруженная мелкими деталями. Вот такой шут, шут практически классический. Юноша идет в пропасть, его пытается удержать собачка. Классика. Это маг. Маг красивый, но перегруженный, конечно, такими мелкими деталями. Верховная жрица. очень красивая императрица в этой колоде. Мне очень нравится эта карта. Император. Ну, император, конечно, слегка мрачноват и как-то несколько тщедушен. Хотелось более сильного, более мощного бы увидеть императора. Но, тем не менее, вот такой, какой есть он. Иерофант. Влюбленные. Колесница. Колесница красивая. Но здесь, к сожалению, из-за огромного количества деталей с трудом можно рассмотреть самих лошадей. Аркан сила. Красивая очень сила. Она тут восьмая. Отшельник. Колесо Фортуны. Справедливость. Повешенный. Ну, вот, конечно, хотелось бы, чтобы у повешенного еще и деньги бы летели из карманов. Это было бы вообще великолепно. Но, тем не менее, вот так вот закрываем. Видим, что повешенный. Можно догадаться. Смерть вполне классическая. Опять же, можем узнать этот аркан даже без надписи. Умеренность. дьявол. Башня. Звезда. Красивая в таких холодных тонах выполнена. Луна. Достаточно классическая. Зачем женское лицо в принципе понять можно. Женская сущность, женские энергии, солнце, страшный суд, карта мир. Переходим к жезлам. Туз жезлов, двойка жезлов, тройка жезлов. Ну вот здесь жезлы выполнены в таком восточном стиле. Четверка жезлов, пятерка, шестерка жезлов. Ну сразу видна победа конечно на этой карте. Мне очень нравится эта карта. Семерка, восьмерка, девятка жезлов. Воин конечно ранен, но не настолько чтобы выглядеть изможденным. десятка, сразу же видна тяжесть. Паш, но здесь пажи называются принцессами. Рыцарь жезлов, динамичный, активный. Королева жезлов, король жезлов. Кубки начинаются у нас с туза кубков очень красивого. Двойка кубков классическая. тройка кубков тоже очень красивая. Четверка кубков по классике опять же пятерка кубков. Шестерка кубков, семерка кубков, восьмерка, девятка, десятка кубков тоже полная классика. Принцесса кубков она же Паш. Принц кубков он же рыцарь. Королева кубков симпатичная. Король кубков. Переходим к мечам. Мечи тоже симпатичные. Двойка мечей классическая тоже красивая, очень нравится мне. Тройка мечей. четверка мечей. Пятерка мечей. Шестерка мечей. Семерка. Сразу видно, что парень спионерил мечи. Восьмерка мечей классическая. Девятка. Девятка тоже очень красивая, очень мне нравится. Десятка. Десятка страшненькая, тут такая жестокая достаточно. принцесса мечей, она же паш. Принц мечей, он же рыцарь мечей. Королева мечей. Король мечей. Пентакли. Очень красивый туз Пентакли здесь. Двойка Пентакли. Классика. Тройка Пентакли. Четверка Пентакли. Пятерка Пентакли. Шестерка Пентакли. Семерка Пентакли. Восьмерка Пентакли. Здесь Пентакли представлены в таком азиатском стиле. Девятка Пентакли. Десятка Пентакли тоже. Классика принцесса. Принц Пентакли. Королева Пентакли. Король Пентакли. У карт вот такая рубашка. Карты не имеют в моем случае золотого обреза. Вот его нет. Они со временем, но я их часто очень использую, начинают затираться по краям. Вот если сейчас видно будет, вот он по краю потихонечку потихонечку начинает затираться срез. Собственно из-за этого вторую колоду я такую и заказала. Колода универсальная абсолютно. Она отвечает на любые вопросы. Она при настроении любит поговорить. Очень трудоспособна. Но вот, к сожалению, вновь пришедшая у меня колода не имеет золотого обреза. Нравится ли вам эта колода? Пользуетесь ли вы ею? Существует такое мнение, что это такие вот своеобразные открытки, на которых слишком много деталей, которые слишком яркие, которые отвлекают особенно новичков от самого гадания. Но тем не менее, еще раз повторюсь, это одна из моих самых любимых колод. Я ей пользуюсь очень часто. Вот об этом свидетельствуют. Видите, здесь затертости. по бокам. Что думаете об этой колоде вы? Всем удачного вечера, всего доброго! Бросьба! Продолжение следует...